Жилой дом номер 8 по улице Гоголя, согласно правительственному постановлению номер 98, входит в список региональных объектов культурного наследия. В этом списке – все городское кольцо, дома в Ленинском и Нахимовском районах, построенные после войны. Предмет охраны в таких домах – это наружные стены, фасад. Все архитектурные детали, конструктивные элементы описаны в паспорте объекта, размещенном на сайте Севнаследия. Фотографии изначального облика здания имеются в архивах. Поэтому, выйдя на проверку, комиссия точно знает, что должно, а чего не должно быть на объекте. Если мы смотрим на объекты и видим, что есть какие-то изменения, мы обязательно их заносим в наш акт осмотра, в план мероприятий. И когда будут проводиться научно-исследовательские, изыскательские работы при ремонтно-реставрационных работах, обязательно это все будет оговариваться. Если есть пристройки, значит, они должны быть приведены к внешнему облику этого здания на тот момент, как он ставился на государственный учет. В 50-х годах Севастополь поднимался из руин. Его строили лучшие архитекторы. Дома по улице Гоголя проектировал выдающийся мастер Никита Никитович Сдобнев. Он много работал для Севастополя. Своим созданием ему обязаны многие дома городского кольца и лестницы центрального холма. Кондиционеры на фасадах, застекленные балконы, пристройки явно не входили в планы Никиты Сдобнева. В уничтожение архитектурного наследия свой вклад вносит и природа. Фасады домов приходят в очень плохое состояние. Они чернеют. Потеки воды с крыши, которые тоже в плохом состоянии. Вот крыша нашего дома не ремонтировалась со дня постройки. Сейчас Севнаследие оформляет домам путевку в советское прошлое. По результатам осмотра архитектурного достояния составляется акт. Далее предстоит научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы. Размещение кондиционеров, спутниковых антенн, рекламных вывесок – это еще не самое страшное, что может случиться с объектом культурного наследия. Самое страшное – вот адовы врата. Так называют в народе пристройку, которой украшен вход в ресторан «Казбек». Жильцы дома номер 6 по улице Гоголя с 2005 года писали обращение к городским властям с требованием прекратить издевательство над фасадом. В 2015-м удалось добиться ликвидации крытого павильонного ресторана, занимавшего тротуар и прозванного гражданами за оригинальность архитектурных форм «Катафалком». Памятник архитектуры потерял всякую идентификацию. То есть черные решетки, наполненные камнями, черный тент огромный. Все это обезображивает. Обращаемся, протестуем коллективно. Собирали подписи все. И теперь нас интересует только сейчас пока один вопрос. Будет ли убран этот вход? Вопрос не праздный. В правительственном перечне объектов под снос по адресу Гоголя 6 значится сборно-разборное сооружение, решение о сносе которого принято в 2015 году. Напрашивается вывод. В перечень внесены не адовые ворота, а уже давно снесенный объект. Теперь одна надежда на то, что 6-й дом по улице Гоголя вошел в перечень объектов культурного наследия, по которым научно-исследовательские, проектно-изыскательские работы должны начаться уже в этом году. Проектировщики, имеющие лицензию Министерства культуры, будут проводить эти исследования и будут давать свои предложения, допустим, по сносу диссонирующих объектов, если они там пристроены. Они все это будут описывать и это в проект вносить. Проводить осмотр, фотофиксацию и актирование нарушений на памятники культурного наследия в доме номер 6 по улице Гоголя специалисты Севнаследия собираются на следующей неделе.